Приветствую вас, Мария, я думаю, что достоинства и самоуважения у вас как раз таки есть, потому что если бы не было, то возможно и не обратились бы вы к нам на ресурс, возможно не захотели бы решить свою проблему, а так вы обращаетесь, вы хотите в себя разобраться, поэтому я думаю, что, ну вот честно, я думаю, что самоуважение у вас и ни один уважающий себя психолог, ни один профессионал не будет говорить, что у вас нет самоуважения, ну и ни один уважающий себя профессионал не будет кидать вас в камни, просто потому что, просто потому что это не профессионально. Итак, как забыть человека, спрашиваете вы, если он тебя предал? На самом деле, в этом вопросе кроется в некоторой степени и ответ. Нельзя забыть человека и вообще кого угодно. Нельзя забыть. Если вы считаете, если вы считаете, что он вас предал. Потому что любое предательство, любое предательство подпринимается человеком как обида, и надо сказать, что это, ну, есть основание у этого, да? И это удерживает, это удерживает вас от того, чтобы, грубо говоря, двигаться дальше. То есть, ну, вы, вы просто не сможете, вы не сможете двигаться дальше, если вот у вас будет это ощущение, что это предательство именно, что это предательство именно. Вот. Понимаете, какой момент, какой момент здесь. Важный, важный момент, кстати говоря. И здесь, наверное, хочется сказать пару слов о предательстве. Понимаете, важно понять, что из себя в принципе представляет предательство. Важно понять, почему вы считаете, что человек вас предал. Важно понять, насколько обосновано это сочтение, что человек вас предал, именно предал. Важно понять, что этот момент очень важный момент. С точки зрения, значит, опять же, профессиональной психотерапии предательством считается такое действие, или предателем можно назвать того человека, который раскаивается в том, что он совершил, в том, что он сделал. Я предал, допустим, ну, в кого-то. Я раскаиваюсь. Я раскаиваюсь в том, что я это сделал. Сделал. Вот. Раскаиваюсь в этом. Если раскаяния нет, если раскаяния нет, то это не предательство как такового. Это позиция человека, это поступок человека, который оказался просто немножко не тем, немножко не тем, каким вы его себе представляли. И в некоторой степени ваше сообщение, оно указывает на это, оно говорит, что вы идеализировали мужчину. В некоторой степени ваше сообщение показывает, что мужчина для вас был неким средством, некой ступенью, неким уровнем, возможно, на котором вы себя чувствовали. Чувствовали. Чувствовали хорошо, чувствовали комфортно, чувствовали значимо, значимо себя. Но вот насколько искренне это было, насколько это было независимо, судя по всему, не настолько. Когда появилась обида, сейчас вам больно и так далее. И это при том, что вы сами себя характеризуете как очень привлекательную. Тут нужно разбираться. Итак, встречалась в 13 лет с мужчиной впечатлевый. Не было ссор и претензий друг к другу. Только любовь и забота друг о друге. Ну, понимаете, казалось бы, если все так хорошо, если все так хорошо, почему вы не поженились? 13 лет вы встречались с мужчиной. То есть я не знаю, сколько лет вам, но ему 56. 15 лет это зарвется на 44 года ему было, когда вы начали встречаться. Очень много времени было. 16 лет вы встречалась с мужчиной. То есть я верю в то, что была любовь и не было претензий. Но не было и семьи, не было дальнейшего естественного развития отношений здесь. И это очень важный момент. Почему не было? Хотели бы, не хотели, был он готов, не был готов. Как вы относились к тому, что за 13 лет человек не сделал вам предложение, не пожелал всегда свою жизнь с вашей? Это очень важно. Дальше. Так. Казалось, лучше его не существует никого. Опять же, опять же. Знаете, вот лучше его не существует никого. Это сравнительные характеристики человека. Вы сравниваете человека. Вот с кем-то еще. Вы сравниваете человека с другими мужчинами. Вы это делаете сейчас, вы это делаете немножко позже. Вы сравниваете. Это не... Это означает, что таким, какой он есть, за своими недостатками, за своими какими-то особенностями, вы его, вероятно, не принимаете. А коли так, то и о любви безусловной, по крайней мере, с вашей стороны, лично быть не может. Вот, мужчина говорит, значит, я хочу там встречаться с тобой и вот там еще с другой девочкой. И он такой. Это его позиция. Может быть, ему надоест встречаться с этой девочкой. Может быть, ему надоест встречаться с вами. Кто знает. Но, правда в том, что это такой человек, он четко говорит, мне нравится женщина, я люблю женщину. Это его интерес. Это такой тип человека. Меняться он не хочет. У вас выбор. Либо вы принимаете его таким, как он есть, и соглашаетесь на его условия, которые он вам выдвигает здесь, потому что это то, чего он хочет. Либо нет. И все. И это вытекает уже из вашего восприятия себя, из вашего восприятия отношений. Дальше. Именно встречались, вместе не жили. Не жили. Но, опять же, вопрос. Почему? В постели тоже все супер. Если будут вопросы в этом плане, то, не знаю, бывает и лучше. Но, опять, 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 опять сравнение. Давайте, опять сравнение. И, правда, не знаю. А если было, то что? Три месяца назад расстались по его вине, узналось, что у него есть другая. Ну, вот, опять же, я не знаю, сколько вам лет. Но, когда вы говорите, что расстались по его вине, у меня только один к вам. Вопрос. Как в отношениях может быть виноват кто-то один, если отношения строят два человека? Так, так. Получается, что вы свою ответственность здесь не берете. Не осознаете, не берете на себя и так далее. Почему? Ведь ваша ответственность тоже есть. Да, мужчина, там, понятно, поступил, ну, не данным лучшим образом. Это понятно. Там, если у него появилась другая, что, там, после стольких лет, ну, встречания с вами, он, там, мог бы, да, там, грубо говоря, ну, как-то более себя корректно провести. Да, это все можно было, но этого нет. Вот такой он человек. Но это не только его вина, это не вина вообще даже. Это ответственность. Это ваша и его ответственность, которую вы пока что отказываетесь признавать. И вот этот момент, этот момент, момент того, что вы только его обвиняете в том, что произошло, является деструктивным, болезненным. Потому что, если только ты виноват, то я-то в таком случае жертва, я-то в таком случае, получается, не виноватый, я-то в таком случае просто страдаю и никак не ответственно я за то, что произошло. Это корень ваших страданий. Ну, это, как бы, внешний корень ваших страданий, да, то есть, понятно, что, как бы, причины есть, ну, другие, да. То есть, причины – это ожидания некоторые, причины – это некоторые желания, причины – это отношения, восприятие себя и мужчины. Вот, то есть, это, ну, понятно, это понятно. То есть, причины кроются вашей личностью. И, словом, в ваших чувствах, вот, которые вы, возможно, как-то деструктивно, деструктивно реализовывали, но вот это, так сказать, внешняя сторона, это внешняя позиция, она вот такая. И для начала, первый шаг – это взятие личной ответственности, принятие личной ответственности за то, что произошло. Вот. Не обвинять кого-либо, ни себя, ни его, а именно взять личную ответственность. Такой ли это сюрприз, что мужчина, вот, ну, с другой девочкой встречается? Такой ли это сюрприз, если за тринадцать лет он не сделал вам предложение? Просто об этом подумать. Дальше. Так. Жуть, ему пятьдесят семь, встречался три года, двадцати однолетней девочке, сейчас ей двадцать четыре. Что именно жуть? Что ему пятьдесят семь, а он встречался в двадцати однолетней, или что три года он изменял? Хотя, ну, ладно, изменял. Изменял, хорошо. Он хочет оставить всё как есть, я не могу на это согласиться. Что же? Вот здесь ключевой момент. Да? Потому что, потому что, потому что для него такие отношения, вот, отношения такого типа, они для него возможны. Просто, возможно, для вас нет. И справедливо ему что-то думать, говорить, делать, делать, исходя из своей позиции. Здесь бы, конечно, помогло совместное консультирование, когда вы высказали бы им свои чувства, допустим, человек высказал бы вам свои чувства, допустим, свои желания. Быть может, поняв то, как он воспринимает вот эту девушку, вы перестали бы реагировать на это тем образом, каким вы реагируете сейчас. Сейчас вы сравниваете, возможно, себя с ней. А если вы увидите, что он воспринимает её совсем по-другому, если вы воспринимаете, что он видит её просто иначе, и чувства к ней у него совсем другие, то, может быть, вам было бы лучше. Вот. Ну, опять же, здесь вопрос заключается в том, хотите ли вы это разобрать, да? Понимаете? То есть вот вы говорите, что я на это не согласен, но все равно это означает, что для вас это неприемлемо. Это справедливо. Это справедливо для вас. И вот очень желательно, чтобы вы не распространяли свою позицию дальше себя. То есть вы считаете так. Это ваше право. Это ваше право так считать. Но мужчина здесь ни при чём. Понимаете? Да, у вас есть некие ожидания, безусловно. Да, вы имеете право на свои желания. Но мужчина удовлетворить эти желания, судя по всему, не может. На данный момент. Если вы говорите, что у вас с этого наследия была любовь друг к другу и забота, то это могло закончиться. Просто могло закончиться. Закончиться. Просто могло завершиться. И всё. Дальше. Так, он хочет сказать так. Меня мой любит и с ней весело. Ну, опять же, её он не любит, да? А с вами не весело, получается. Тут можно, опять же, отношения гармонизировать. Сказал сразу, её не бросить, ты меня повторять не хочешь. Ну, такой вот открытый человек. Люблю его, что уж говорить. Присказывать мне нужно, чтобы вкладывать в это слово. Слово любовь. Потому что, как я и сказал, у вас есть сравнительная характеристика, а любовь это не про сравнение. Обидно, больно, плохо. Обидно от чего? Плохо от чего? Больно от чего? То есть, вот тут, конечно, нужно разобраться, да? Обиды это всё такое. Это ожидание. Боль – это, соответственно, несоответствие реальному миру, реального мира тому, что вы представляете себе. Против встречаться так же и далее. И дальше. То есть, вы ему дороги. Сознался, что я якобы часто занят, мало уделяю ему внимания, ему постоянно нужно ласковое внимание, любит женщин, без этого не сможет. Ну, это, опять же, это вот такой человек. Вы либо принимаете его, либо нет. Постоянно нужно свежее мясо. Ну, опять же, да, тут можно сколько угодно спорить о том, насколько это приемлемо или неприемлемо, но человек такой, он не изменится, скорее всего. Так, проболтался случайно, будто похвастался, что он такой орёл. Ну, то есть, опять же, да, это вот, это такая черта характера, что он даже не видит, что в этом такого страшного. Лучше бы я не знал. А вот здесь вы перекладываете ответственность уже себя на него за отношения к той информации, которую вы получили. У меня за эти годы столько было поклонников, столько внимания со стороны мужчин, я очень хорошо с собой, все мужчины оборачиваются, намного его младше, но никогда не позволял себе даже думать о другом, а при чем здесь вы? Он это он, вы это вы, для вас это так, для него это так, почему вы считаете для себя возможным это сравнивать? Опять же, вы говорите, у меня было столько поклонников, но если вы думали только о нём, то почему у меня возникает ощущение, что вы жалеете о том, что не обратили внимания на кого-то из поклонников. Только он был в моём сердце. Ну хорошо, хорошо, а у него нет, есть такие люди. Тем более он был ко мне безумно внимательным, то есть вам очень важно внимание. Так вот, я насчёт примет, нет, знаете, Мария, я пропущу этот момент, потому что для психологов примет не существует. А почему мужчины так поступают? Да по-разному на самом деле мужчины поступают. Есть такие мужчины, как у вас, есть мужчины более такие классические, более моногамные, да. По-разному. Как правило, мужчины медвежьи в таком случае, вот как вы говорите, свежее мясо, женщины, это подкрепить свою мышкую позицию, подтвердить свою мышкую силу, в том числе и сексуальную, значит, почувствовать себя уверенней, то есть это вот такая штука. Это всегда практически решение каких-то личностных своих проблем. Иногда бывает так, что человеку просто комфортность, ну просто вот такой человек, вот такое у него представление о любви, о сексе и так далее. То есть это все индивидуально. Как можно такое просить? Только принять, принять человека, принять таким, как он есть. Кстати, то, что вы не принимаете, говорит о том, что ваша любовь, она не такая уж и любовь. И то, что вы его не принимаете, говорит о том, что вам обидно. Обидно, это значит, что у вас у самой есть, ну, какие-то внутренние проблемы, внутриличностные проблемы, противоречия. Что вы можете порекомендовать? Ну, вот, в принципе, то, что я сказал. Ага, и далее вы пишете, что вот эти мысли, я с ума схожу от них. Эта навязчивость тоже похожа на навязчивость, смотри. Если это навязчивость, то в основе навязчивости лежат, опять же, определенные потребности. То есть, если вы вот чувствуете навязчивость, да, то речь идет именно о потребностях ваших. Вот. И, конечно, ну, не разбирать эти мысли, то, что за ними стоит, за мыслями. Какие-какие желания за ними стоят, ну, за мыслями. Вот. Вот. И, соответственно, учиться вам их реализовывать без привязки к человеку. Я бы сказал, что с психотерапевтической точки зрения значение имеет то, что вы намного его младше. То есть, это, как правило, проблема в отношении с родителями. Я бы сказал, что с психотерапевтической позиции важно, что мужчина выбирает себе девушек сильно младше. Говорит о том, что он боится равенства, боится какой-то конкуренции. Вероятно. Вот. То есть, тут тоже есть некие особенности. Поэтому, этот момент тоже нельзя исключать. Ага, я бы сказал, что, опять же, с точки зрения профессиональной психотерапии, есть очень показательный момент, что 13 лет вы встречались, ну, ладно, пусть 10, пусть 10, до того, как у него появилась, вот, другая девочка. Ага, 10 лет вы встречались, и за эти 10 лет вы ни разу, ну, то есть, вы не озаботились, ни разу, а вы не озаботились о браках. То есть, создание семьи вам либо неважно, либо, либо, ну, либо что-то еще есть, есть, есть. Вот. То есть, я не знаю, но этот момент тоже нужно учитывать. То есть, если вы нацелены на брак, допустим, на брак, на брачные отношения, то с мужчиной вас уже давно ничего не связывало объективно. Если вы не нацелены на брак, то то, что происходит, это вполне себе нормально. Ну, если мужчина не ориентирован на брак, да, на брачные отношения, то то, что происходит, это нормально. Вот, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.